Доброго времени суток! Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сейчас я нахожусь в городе Владивостоке. Утро, понедельник. Сегодня 30 ноября. Это последний день осени. Завтра уже зима начнется. Так что сегодня можно осень провожать. Вот так вот мы Владивосток ее провожаем. Вот такая вот у нас погода. Уже знаете, что снег у нас уже прошел, ледяной дождь. Вот можете посмотреть последствия. Кому надо дрова. Вот они. Были деревья, стали дрова. Вот это вот видите все. В субботу у нас субботник был. Вот убирали город. Там в этот день был сильный мороз, холодно. Все позастывало, позамерзало, гололед. Вот как могли убрали. Смотрите, выходили убирать территорию. Да вот утро, понедельник так начинается. Сегодня сейчас где-то минус 5 градусов мороза. Такая вот температура. Вот смотрите, все заледенелое. Благодарю своих новых подписчиков, которые к нам присоединяются. Тихими темпами мы растем. Так что благодарю вас за то, что находите время. Смотрите канал. Более 1 тысячи машин перевезли паромом из острова Русский. Здесь во Владивостоке. Сейчас сообщение через мост бантовый у нас там во Владивостоке закрыт. Закрыто сообщение. Там еще не убрали наледь. Поэтому ездить запрещено. Вот и сообщение через паром идет. Вот как раньше, когда не было до 2012 года построены эти мосты. Вот, то там сообщение было только через паром с островом Русский. Ну, а вы знаете, где это находится. Я показывала, это Дальневосточный федеральный университет в этом районе. Это океанариум. Я там много снимала. Можете в предыдущих видео посмотреть. Это все есть. Так что сейчас там сообщение закрыто. В Братске открыт цех по производству вакцины от COVID-19. Здесь у нас в России. И испытания вакциной начнут испытывать и на тех, кому от 14 до 17 лет. Вот несовершеннолетних тоже хотят посмотреть, как реакция будет. Вот, может, уже слышали, детское Евровидение было. И там уже определился победитель. Это стала француженка Валентина. Такое у нее имя. Тронель. Так, по-моему, фамилия ее. Вот это победитель. В Индонезии. На высоту, там около 4 километров, вулкан выбросил пепел. Так, и вот кто из Владивостока. Вот сегодня будет закрыто движение под Золотым мостом от Корабельной набережной. Ну, там еще падает, кстати, лед. И движение закрыто сегодня. Вот здесь лихачи уже выезжают на лед-гололед. Вот и в районе Тавричанки в воскресенье 29 ноября там ушли под лед две машины. Он еще тонкий, еще не стоит туда выезжать на него. Вот две машины ушли. А в районе острова Попова ищут водолаза. Уже два дня не могут найти его. Что-то там, видимо, произошло. Вот смотрите, как выглядит Владивосток с утра. Что у нас здесь? Вы в своих комментариях писали, хотели увидеть зиму. Спрашивали, буду ли я снимать. Ну, вот снимаю. Зима уже есть. Но сегодня последний день еще осени. А зима в виде снега уже у нас здесь лежит. Это вы видите. Вот на Москву идет похолодание. Так что кто там из тех краев, вот одевайтесь хорошо. Температура понизится. И вот скоро Новый год. Остался еще месяц. Вот. И в Италии в Новый год и Рождество будет запрет на работу ресторанов и кафе. Такие вот везде новые правила в этом году. Ну, и у нас тоже в России до 23 часов можно будет находиться в этих ресторанах, кафе. А после 23 уже тоже запрет. Ну, пока такие правила. Посмотрим, что будет ближе туда к Новому году. Ой, вот она как машинка зарылась там. Смотрите. Еще ветки валяются. Здесь гололед. Кое-где посыпано, кое-где нет. Ну, здесь для автомобилей дорога расчищена. Так, и вот на Горном Карабахе, там восстановили первую школу после этих всех разрушений. Там начнутся занятия. И туда уже на Горный Карабах из Армении вернулись почти 24 тысячи человек. Конечно, очень хорошее событие, самое лучшее в этом году. И в Степанакерте, миротворцы, помогли восстановить работу общественного транспорта. Смотрите, видите, что вот делается там на дорогах. Все деревья попадали. Веточки валяются. Где-то что-то уже спилили. Видите, какое состояние. Так, это все. И в Европе планируют закрыть горнолыжные курорты. Тоже все из-за пандемии. А в Японии на Новый год императорская семья не выйдет на публику для поздравления. Тоже из-за ковид. Вот везде новые правила. И сейчас вот в новых домах предложили отменить взносы на капитальный ремонт. Вот должен, это закон такой должен быть. Так, и для водителей будущих при сдаче экзаменов на водительское удостоверение могут начать использовать беспилотные автомобили. Тоже вот такие вот новые правила. Сегодня прохладно. Ну, смотрите, опять солнышко. Здесь это хорошо больше подтает. Кто первый раз зашел сюда на канал, пожалуйста, подписывайтесь, поддержите канал, ставьте ваши лайки, жмите на колокольчик, он будет оповещать о новых моих видео выставленных. Платить за это ничего не надо. Просто будьте активны. Тогда канал увидят и другие. Потому что если нет вашей активности, то никто ничего не видит. Мы где-то там очень далеко. Вот когда вы комментарии пишите, делитесь этим видео, то оно тогда вверх идет, его видят. Вот посмотрите, видите, какой гололед. Трудно бывает в некоторых местах пройти. Вот вы видели, когда я там снимала Вилково по просьбе одного из подписчиков. Туда выходила, на это Вилково. Там очень скользко. Там тоже, видите, сопки вверх-вниз. Можете видео посмотреть, я там и окатываю, сняла. Это один из районов города Владивостока. Видите, Владивосток большой, столица Дальнего Востока. Мы с вами потихонечку все районы посмотрим, изучим. Приедете, уже будете все здесь знать, что где находится. Еще лучше местных. Потому что, бывает, здесь живут, не знают, какие где улицы находятся. Первый раз слышат. Так, и вот я еще раз хочу сказать, уже в одном из видео говорила, что сейчас в Ютубе новые правила вышли. У них в конце года обычно что-то меняется. Вот, для того, чтобы была монетизация, ну, канал что-то зарабатывал. Это у них такие раньше были условия. Надо было одна тысяча подписчиков. Вот, и четыре тысячи часов просмотров. Тогда только можно было подключать монетизацию. И потом уже Ютуб какое-то время рассматривает. Подключит он вас к этой монетизации. Вот, ну, может кто-то хочет канал свой открыть. Так что это тоже для вас. Рассказываю, какие правила. Вот, видите, что здесь делается. Вот, и зарабатывают с рекламы. Вот, только если идет реклама, тогда что-то получают. И когда вы рекламу смотрите полностью, до конца, тогда что-то блогер уже зарабатывает с этой рекламы, с ваших просмотров. Вот, и не могут сами и смотреть свою рекламу блогеры. И это могут за это забанить, отключить канал. И также нельзя рекламировать, что, ну, я вот вам не могу видео говорить, смотрите рекламу, смотрите там до конца. Если у меня идет монетизация, это делать запрещено. Вот, ну, это так вот было. А сейчас вот в следующем году, а я так понимаю, что в Америке это уже сейчас начинается, а для других стран это в следующем году такое правило выйдет, что рекламу YouTube будет ставить на его усмотрение даже туда, где нет монетизации. Ну, например, вот как сейчас у меня, у меня еще мало подписчиков, у меня до тысячи.